И теперь о событиях дня подробнее. Очевидцев ДТП в Иркутске ищут сотрудники полиции. Автобус сбил двух женщин, которые стояли на тротуаре в самом центре Иркутска. Одна из женщин погибла. Подробности ЧП в первом материале выпуска. Сразу несколько карет скорой помощи перегородили дорогу в самом центре города. Водитель кроссовера врезался в пассажирский автобус. От удара его отбросило на обочину прямо на двух женщин. Обе оказались под многотонной машиной. Свидетелем этого стал Александр Цуркан. Авария произошла прямо под его окнами. Мужчина одним из первых оказался на месте ДТП. Под автобусом кричал, вытащите меня. В шоке. С ней там разговаривали, спокойствия. Сейчас подъедет МЧС, скорая, все. Поднимут автобус, вытащили. Когда ее вытащили, что-то там сильно... То ли тело порвано, но рука точно была разорвана. Врачам пришлось ампутировать ей руку. Сейчас женщина находится в реанимации. Из-за ее жизни борются доктора. Спасти вторую пострадавшую не удалось. Она скончалась до приезда врачей. Уже известно, что обе женщины приехали в областной центр из Саянска. Не исключено, что приходили с друг другу родственницами. Спасти пешеходов могли припаркованные автомобили и рекламная конструкция. Однако машины в тот день на обочине не стояли. А баннер не смог остановить 10-тонный автомобиль, поскольку автобус зацепил его крышей после того, как подпрыгнул на бордюре. Помощь врачей потребовалась и пассажирам автобуса, но у них были выявлены незначительные травмы. Водитель и пассажир кроссовера до сих пор в больнице. Жизни 19-летней девушки и 20-летнего парня ничего не угрожает. Не исключено, что когда молодого человека выпишут из больницы, ему предстоит отвечать за это ДТП перед судом. На данный момент именно он предполагаемый виновник аварии. Водитель Хонда ЦРВ пренебрег требованием правил дорожного движения, выехал в нарушение знака «Уступи дорогу» на главную дорогу, где допустил столкновение с автобусом ДЭО. Водительское удостоверение он получил 9 месяцев назад, в декабре 2013 года. Почему он нарушил правила, предстоит выяснить в рамках расследования. Однако эта авария еще раз показала, что даже на тротуаре, в самом центре города, пешеходам грозит смертельная опасность. Павел Марчуков, Андрей Назаров. Новости по будням.